Потому что не хватит на всех, на четыре чаши. По чуть-чуть. Хватило, напоследок. В свое время Ейшо просил приготовить гормицу. Мы сегодня постараемся приблизить это время, когда висит на малом чашу. Если чаши налиты, можно взять их в свои руки. Чаша, если налиты, можно взять их в свои руки. Чаша Кадеш, чаша освящения, чаша отделения. Еще раз, это очень важная часть любого праздника. Которая освящается через чашу. Первая чаша Кадеш. Всевышний отделил от всех дней один день, в который повелел своему народу похлоняться и служить Всевышнему. Это шаббат. Он отделен и освящен от всех дней. Творец отделил от всех народов свой народ. Отделил, освятил его своим словом. Писание говорит, он выбрал свой народ из тьмы, свой чудный свет. Писание говорит, что мы получили жребий с освященными. Это чаша, которая одновременно отделяет будничное от священного. И эта чаша провозглашает то, что мы с вами выбранный народ из всех народов мира. Чаша освящения, чаша избрания. Писание говорит, что мы взяты из тьмы в чудный его свет, чтобы быть в его уделе и возвещать его совершенство. Как шаббат выделен из всех дней, его народ выделен из всех народов мира. Творец дал нам это жребие и дал нам эту честь. Быть благословенным и избранным народом. Это величайшая судьба каждого из нас. И за это мы воздадим Богу славу и поблагодарим Его. И провозгласим благословения. Благословен Ты Господь Бог наш, Царь Вселенной, Который произвел плод виноградной лозы. Благословен Ты Господь. Аминь. Мы выпьем все из этой чаши. Чаша Кадеш. Чаша освящения. Еще раз через это свидетельствует Всевышний нам, что мы выбраны из тьмы. Мы выбраны из добра. Мы выбраны из плена греха и проклятия. Мы выбраны из пучины, аморальности и беззакония. И дала поклонство и всякой нечистоте этого мира. Всевышний отделил нас через свое слово и через кровь Мессии. Сделал нас своим народом. Я тебя, ты меня. Давай, братан. Давай. Кто не робит, тот не ест. Работает, а то не ест. Руки мыть, айну мыть. Помогаем друг другу. Ашари тут же послужат сейчас и помогут вам убрать это все со столов. Давай, дедушка, ты сейчас на руки помой. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Это пасхальный седер. Чем этот вечер отличается от других вечеров? Этот вечер отличается от других вечеров, потому что Всевышний осветил и отделил его, как священный праздник. Песах. Каждый день мы кушаем обычный хлеб. Почему сегодня мы едим только мацу? Почему на наших столах так много горьких трав? Мы сегодня ответим на эти вопросы на уровне наших детей. Постараемся, чтобы глубина искупления прикоснулась, коснулась каждого сердца. Итак, спасибо, сын. Можно поприветствовать дорогого сына, смелого сегодня. И благословляйте своих детей, учите своих детей. Не отделяйте их от себя. Пусть они учатся у вас и пусть они будут всегда рядом с вами. Итак, у нас следующая часть. На ваших столах три мацы. Три преснака. Под салфеточкой. Отцы, можно встать. На наших блюдах три мацы. Мы берем среднюю. 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 И я обращаю ваше внимание на салфеточку, которая покрыта эта маца. В еврейской традиции это названо афиконы. То, что напоследок. То, что придет в конце. В еврейской традиции. В еврейской традиции пресса. Назван на основании священного писания, на основании тары. Хлебом скорби. Хлебом скудости. Рассветительствует о условиях и о том, что пережили еврейский народ в египетском рабстве. Мессия поднял мацу на пасхальной церемонии. Две тысячи лет тому назад. И он преломлял хлеб, объявляя его хлебом скорби. Своим телом. Которое будет преломлено. За грехи всего мира. За грехи его народа. Своего рода это таинство. О котором сегодня очень многие люди спорят. Почему средняя. Почему три мацы. И почему именно средняя будет преломлена. Почему она должна быть завернута. Специальную салфетку. Об этом мы поговорим попозже. Об этом мы поговорим немножко попозже. Сейчас мы преломим эту мацу. Среднюю мацу. И одну из частей. Одну из частей. Большую часть этой мацы. Завернем салфетку и положим в сторонку. Как же молится, тут хлебом есть. Наверное. 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 В еврейской традиции многие артехсальные евреи говорят, это Авраам, Ицхак и Яков. Три великих патриарха, на котором основан весь еврейский народ. И именно средний второй Ицхак был положен на жертвенник. Мессианские евреи сегодня говорят, что Отец послал Своего Сына в этот мир, о котором свидетельствует через Дух Святой, через руах. Мы говорим, Отец, Сын и Дух Святой. Из них Сын преломлен на жертвенники за наш грех. Мы поговорим об этом позже. Следующая часть нашего служения. Отцы, можно присесть. Карпас, зелень. Это заповеда на авторе, где сказано, чтобы всякий раз мы это делали на пасхальной церемонии. На нашем столе есть зеленые травы. Сегодня был вопрос, почему их много на Песахе. Зеленые травы. И на вашем столе есть блюдо с соленой водой. Беленькая водичка. Пожалуйста, не перепутайте с желтеньким растворчиком. Беленькая водичка. Называется Карпас. Карпас. Вода очень соленая. И это зелень, которая символизирует свежесть. Символизирует жизнь. Которая окунается в соленую воду. Что символизирует стенание и слезы рабства. Писание говорит, ты услышал Бог стенание их. И вспомнил Бог завет свой с Авраамом и с Хаком Яковым. Карпас, зелень окунается в соленую воду для того, чтобы мы могли ощутить вкус слез рабства греха. Но слезы израильтян обернулись криком радости, когда Бог услышал их стенание. Вспомнил свой завет и поднял мужчин и Моисея, чтобы вывести их из Египта. Мы также вспоминаем слезы, которые мы изливали, находясь в рабстве греха и безысходности. Болезни, проклятия, переживания, депрессии, угнетения. Господь услышал наш плач и дал нам услышать радостную весть о Ишуа Мессии, который выкупил нас из рабства греха и смерти, заплатил полную цену за наш грех, ввел нас в свободу всех детей Божьих и навсегда вытрет все наши слезы. Я могу слышать ваше Аминь. Аминь. Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня, Господь, чтобы возвестить радостную весть скромным, нищим, послал меня врачевать сокрушенных сердцем, объявить пленным свободу и узникам полное избавление, объявить год благоволения Господа в день и день вести Бога нашего, чтобы утешить всех скорбящих, наделить скорбящих ционом, дать им красоту вместо пепла, елей радости вместо скорби, послушайте, елей радости вместо скорби, облачение славы вместо духа унылого, и будут они... Слезы рабства, слезы плеток, слезы всевозможных проклятий, болезней, эпидемий, аморальность, зависимость, слезы рабства. Всевышний избавил нас из дома рабства с силой воскресившего. Ешуа! Да благословит Господь каждого, участвующего сегодня, отождествляющего себя с рабством, затем с искуплением из рабства. Следующая часть. Следующая часть. Марор! Марор! Просьба, отцы! Отцы, сейчас нужно быть очень внимательными, чтобы всем хватило. Верхняя маца, верхняя пресна, нужно поломать на маленькие кусочки для каждого человека, который за вашим столом. Не сильно маленькие. Средненькие. Примерно вот такие можно. Верхняя маца преломляется. У нас всех членов вашей семьи. Пожалуйста, мы делаем это очень быстро. И за нашим столом есть вот такое блюдо. Сейчас вы поймете, почему Ешуа сказал, тот, кто макнет со мной блюдо, тот предаст меня. Кто будет макать в мое блюдо со мной, тот предаст меня. Один из вас, вернее. Что это было за блюдо? Что это было за макание? Сейчас мы это сделаем. Не дай Бог быть Иудой и да благословит нас Господь, быть верными Его рабами, быть верными Его сыновьями. Марор! Горький, что в переводе горький. Давайте вместе марор. Марор! Горький. Что значит горький? Все поняли, да? Все поняли. На всякий случай у нас есть бутылочки воды на нашем столе. Много не насыпайте, много не мочайте. Чуть-чуть, немножко. Вы должны... Это страшный хрен. Горький. Настолько горький. Это корень вообще-то. Он растет в земле. Это горечь, которую нужно будет сегодня взять в наш рот. И обязательно нужно заплакать. Обязательно нужно эти вещи сделать. Вы сильно не пейте, не кушайте много его. Кто может быть голодный, подождите чуть-чуть, немножко. Если надо, водой запейте, который на вашем столе. Итак, пока мы не кушаем, подождите секунду, пока не кушаем. Одну секундочку. Наша жизнь в рабстве. Наша жизнь в рабстве. Была горькой до самого ее корня. Послушайте внимательно, дорогие друзья. Шум в зале. Наверное, кто-то сильно много съел мороль. Не спешите, дайте объяснить. Дайте вам пару слов сказать о мороле. Не спешите. Чуть-чуть, пару слов. Минуточку. Наша жизнь в рабстве была горькой до самого ее корня. Морор свидетельствует о горечи рабства. Исход 1.14 говорит, и делали их жизнь горькой. От тяжелой работы над глиной и кирпичами, от всякой работы, которой принуждали их жестокость. Пусть съедят мясо в эту самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и горькими травами, пусть съедят его. Писание говорит евреям 12.15. Наблюдайте за собой, чтобы кто-то не лишился благодати Божьей. Друзья, можно предельно быть внимательным. Тишина. В нашем зале тишина. Кто поспешил, тот уже плачет. Просьба не спешить. Писание говорит, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Чтобы какой горький корень не возник, не возник. И не причинил вам вреда, и чтобы им не осквернились многие. Послушайте, это очень сильное предупреждение. И большущий прообраз. Горечь рабства. Горечь глубина рабства. Наблюдайте за собою, чтобы кто не лишился Божьей благодати. Чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Это сильнейшее предупреждение. Писание говорит, во благо было для меня сильная горечь. Но и ты избавил душу мою от рва погибели. Бросил все грехи мои за хребет. Аминь. Благословен ты Господь Бог наш, Царь Вселенной, Который произвел плотность земли. Аминь. Мы все будем кушать. Морожь. Горечь. Горечь. Хорошо, хорошо, Материн. Горечь греха. Горечь рабства. Горечь демонических плеток. Как марор в этом году? Удался, правда? Друзья, замечательное время у нас еще и еще раз напомнит нам о всех страданиях, о всей горечи, о всех ужасах рабства. Творец во великой любви своей избавил нас из глубокого рва, из самой пучины демонических сил и горечи рабства. Последнее. Наблюдайте, чтобы кто не решился Божьей благодати. Чтобы какой горький корень не возник. Это образ и это прообраз, друзья, страданий Мессии, который отдал свою жизнь за нас, претерпев всю горечь страданий. Жизнь в рабстве была наполнена горечью. Сегодня мы едим горькие травы не только, чтобы вспомнить, но также для того, чтобы ощутить горечь рабской жизни детей Божьих в Египте. Есть духовный египет для каждого из нас. У израильтян были причины чувствовать горечь. Они были пойманы в ловушку в Египте. С ними обращались жестоко. Им казалось, что Бог покинул их. В Египте Всевышний сказал своему народу, чтобы заколали пасхальных акций, и кровью которых должны были быть помазаны косяки дверей еврейских домов. Очень важный символ, друзья, который мы сегодня свидетельствуем на пасхальной церемонии. В тех домах, где была смерть пасхальных агнцев, там, где была кровь с знаком, что в этом доме есть смерть, Всевышний оставлял жизнь еврейским юношам, еврейским первенцам. Там, где не было смерти, там, где не было знака крови, Всевышний забирал жизнь. Жизнь египетских первенцев. Писание говорит нам, что всякий человек сегодня, который имеет Ешуа, пасхального агнца в своей жизни, смерть агнца, кровь Мессии, знаком на ваших сердцах и на ваших домах, гнев Божий проходит мимо ваших домов. Беда, смерть проходит мимо в ваших домах. Но во всяком доме, где не было смерти агнца, Бог забирал жизнь. Писание говорит, где нет сына, Божьего, там пребывает гнев Божий. Сегодня через эту кость, на еврите Зорах, давайте вместе, Зорах, что символизирует кость агнца и одновременно мышцу Господню. Кость – это напоминание об агнце, последней и заключительной жертве для нашего искупления. Она напоминает нам о могущественной мышце Божьей, освободившей нас навеки и навсегда из рабства. В книге Иоанна 19.36 сказано, «Ибо это произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится». Какое Писание? В Египте агнцы, которых заколали в еврейских домах, его кость не была сломана. Мессия Иешуа, когда умирал, как пасхальный агнец, его ноги не перебили, он остался непорочным агнцем. его жизнь была праведна и он соответствовал всем божественным требованиям. Он стал пасхальной жертвой, непорочной, совершенной во искупление всех нас. И Писание говорит, кость его да не сокрушится. И Писание говорит, что вы кость от его кости. И если его кость не сокрушится, то его народ не сокрушим. Аминь. Весь народ да скажет кромкой Аминь. Аминь. Мышца Господня провела наш народ через Черное море. Мышца Господня провела наш народ через Пучину. Мышца Господня возвела Иешуа на крест, чтобы нам сегодня иметь величайшую победу и прорваться из царства тьмы в царство его возлюбленного Сына Иешуа. И весь народ еще раз да скажет Аминь. Аминь. Мы возьмем кусочек мяса. Пасхальное мясо. Это не жертвоприношение. Это барбекю. Которое свидетельствует нам о величайшей, совершенной и последней заключительной жертве Мессия Иешуа. Искупление наше и наш Песок закранный за нас. Можете взять немножко мацы, марора, можно взять немножко лука зеленого, можно взять травки, можно помочать еще в соленую водичку и сделайте себе вот такой небольшой сэндвич или бутерброд, как сказать, и нужно его скушать. Кто сильно голодный, не кушайте все, оставьте это для вашего динера, сейчас будет праздничный ужин. Вши, дикие звери, моровая язва, нарывы, град, саранча, тьма, смерть первенцев, Песах. Баруха Таадунай, лахейну, мелахаулам, хам, порей прехагафы, благословенный Господь Бог наш, царь вселенной, который произвел плод виноградной лозы, и весь народ и весь народ скажет пьем из нее все чаша избавления для его народа. пей, пей, пей. Лук, лук, лук. Пойдешь пить? Пойдешь пить? Можете пить? С pies? Пойдешь пить? Только не с бродет, только выжатый. С ногами. С ногами. Смотрите, сейчас запоет. Давай водку с ем. Водку с ем. Практически. Дай Дайену! Если бы он наказал их и не унизил бы их богов... Дай Дайену! Дай Дайену! Если бы он умертвил первенцем и не дал бы нам их богатств... Дай Дайену! Дай Дайену! Если бы он дал нам их богатств и не открыл бы перед нами море... Этого было бы достаточно! Дай Дайену! Дай Дайену! Если бы он заботился о нас в пустыне сорок лет и не кормил бы нас манной... Дай Дайену! Дай Дайену! Прошлый Песох с этим... Дай Дайд! ПЕСНЯ Moses went to Egypt land Let my people go He made old Pharaoh understand Let my people go Yes, the Lord said, go down Moses, wait down Come to Egypt land Tell all Pharaohs To let my people go The spoke of the Lord, bold Moses said Let my people go If not, I'll smite your firstborn dead Let my people go So the Lord said, go down Go down Moses, wait down Down in Egypt land Tell all Pharaohs To let my people go Go down Ah, way down Egypt land Tell all Pharaohs To let my people go To let my people go From here To let my people go Thank you Brat兒, I'm going to see you В финале, только вы знаете, лучше всех в вашей семье, у нас такой порядок. За вашими столами дети или люди, кто не заключил союз со Всевышним через водное погружение, через принятие Ишуа своим личным спасителям. Если есть таковы за вашим столом ваши дети или люди за вашим столом, налейте им виноградный сок в виде чаши. Налейте. Для тех, кто в завете со Всевышним, будет особая чаша. Особая чаша. Завет со Всевышним через принятие Ишуа своим личным Мессией и Спасителем. Через водное погружение. Творец сказал, кто будет веровать и будет погружен во имя Ишуа, спасен будет. Для этих людей особая чаша. Особое, особое свидетельство искупления. Мы поднимемся. Мы перед великим Творцом неба и земли. Мы перед великим Машехом Ишуа, который отдал свою жизнь за нас. Мы перед лицом великого искупления. В моих руках маца завернутая, а преснок завернут в пелену. Почему средняя? Тысячи лет мы делали, наш народ делал одно и то же. Тысячи лет три мацы, три опреснока. Средний преломляем. Средний завернут в специальную пелену. Что это за таинство? Что это за пророческое действие? В моих руках опреснок. Он сделан по всем правилам. На нем есть определенные полосы. Обязательные полосы. Они символизируют плети, плетки. Ишуа был избит. На опресноке есть дыр. Маца пробита насквозь. Вы можете видеть свет. Мессия был пробит. Он был изъязвлен, он был изранен. Писание говорит, ранами его мы исцелились. Тот, который приходит напоследок. Тот, который в конце дней, чтобы искупить нас. И всякий, кто ищет и найдет его, получит награду. Дети ищет, отец вознаграждает. Он был мертв. Он был погребен, он был завернут в пелены. И он поднялся из мертвых в третий день по Писанию. Мессия, опреснок. Мессия, хлеб. Мессия, хлеб скорби. Хлеб страдания. Муж скорби, изведавший болезни. Горечь рабства была на нем. Опреснок. Он испечен. На нем есть черные пятна. Мессия горел в гневе Божественного справедливого суда За наш грех, за наши преступления. Мессия, мол, ламим. Сие, я дидь ешьте, тело мое. За вас, ламима. Благословен ты, Господь, Бог наш. Царь вселенной. Который взрастил хлеб из земли. Дал нам хлеб жизни, шедший с небес. Дающий жизнь нам и всему миру. Благословен ты, Господь, Бог наш. Благословено имя твое за Ишуа. Во всех Израиле, спаситель мира. Ешьте, тело мое, ламимое за вас. Аминь. Пожалуйста, братья, можно пройти по рядам. Тот, кто проходит напоследок в концертный для искупления нашего. Тот, кто проходит напоследок. Ишуа. 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 Субтитры создавал DimaTorzok О, приди, мы ждем тебя, Иешуа, 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 Иешуа. Иешуа, 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 Иешуа. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Благодарим за горечь и мучения, которые Мессия перенес за нас Благодарим за все, что было сделано для нас В тот пасхальный день 14-го Несан Боже, благодарим Тебя за Песох, который заклан за нас Ищуа из Назарета Мессия Израиля Спаситель мира Благосоветный Господь Бог наш, дарующий искупление Доставивший нам спасение В имени Ишуа Пейте из нее Чаша Нового Завета Пожалуйста, братья Ишуа 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 Я вложу тору мою во внутренности В мыслях напишу ее Буду вашим Богом, вы будете моим народом Всевышний избрал быть нас Народом Торы, народом Его закона Народом Его учения Всевышний избрал нас Осветить этот мир Его словом Творец указал нам путь Через Пейсах Это было начало пути Господь, Ты избрал нас Творить Твою волю Ты избрал нас Совершить то, к чему Ты призвал нас Возвести Твои совершенства В этом мире Познать Твою волю Исполнить ее, Творец Благодарим Тебя, Отец За вечное Слово Твое За Машеха Ишуа Через которого Ты осветил нас Наполнил нас Руах Силой Святого Духа Жизнью Своей Чтобы нам исполнять Твою волю Твое Слово Господь, быть светом для нации Мы благодарим, Отец Тебя За великое призвание За великую надежду За великую судьбу За великий Божий народ Который Ты избираешь из четырех концов земли Благословенно Твое имя Творец Мы благодарим Тебя за прекрасный седор Благодарим Тебя за этот вечер И мы желаем воздать Тебе славу Через песнопения Через хвалу Через многие вещи сегодня будут происходить И еще на этом месте Прими от нас благодарность От Твоего народа Твоя невеста Которая взывает к Тебе Креатив Господи Яшуа Аминь 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 Мы воздадим Господу славу За прекрасный вечер За седами За время Назначенного господа Мы сейчас благословим друг друга Как один дружный народ И затем у нас будет четвертая чаша Очень важно Не уйти с этого момента Потому что четвертая чаша Ученики написано воспели После того, когда Прошла вся церемония Которую мы сказали выше Они воспели Чаша, которую мы будем петь После благословения Пить Это чаша хвалы Чаша грядущего царства Мессия Сейчас мы благословим друг друга Бог сказал Моше Мы возьмемся за руки За нашим столом Кто за вашим столом Каждый поставка за своим столом Все дружно Как одна семья Всевышний сказал Что Песах должен быть В каждом доме В каждой семье По семействам По семейству По семейству Это самое ценное Что есть во вселенной Наши семьи Которые охвачены И поглощены Кровью Агнца Кровью Мессии С силой жизни Великого Мошеха Наши семьи В одном духе Со Всевышним Бог сказал Моше Скажи Аарону И сынам его Чтобы так благословляли Сынов Израиля Чтобы так призывали Мое имя И я благословлю вас Сынов И я благословлю вас И я благословлю вас Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Пейте из нее все Баруха Баам Башем Адонай Благосовет грядущий во имя Господне Мы сейчас провозгласим это Для рядом стоящих Кто рядом с вами Лешана Габа Лешана Габа Бей Иерусалим В следующем году С Мессией В Иерусалиме Аминь Лешана Габа Бей Иерусалим И дружная хвала Вместе с группой Ну а теперь начинаем праздновать По-настоящему Грузья вперед! Чаша Галей Все вместе дружно Иерусалим 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 Грузья 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Спасибо, сестры, большое. Мы движемся к концу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА